Ну, в общем-то, если посмотрите, четыре танкисты собак, я помню, раньше было, не как от русских, но для чешек. Значит, поляки тоже в Кострому приходили, то есть известная вот эта история с Сусаниным. Они, значит, пытались пробиться, кстати, дальше на север, потому что он считался новгородские земли. Или вот Арабадинский империй, опять же, избежал великий Устюг, поэтому он и великий. Дальше, значит, там Вологда, и, в общем-то, они, видимо, по-серьезному принялись, хотели изгнать полностью с этих земель основителей вот этой империи Арабадинской. Вот, после этого, значит, Пожарский двигается на Ярославль. Вот Ярославль вообще город святой. То есть, я вам говорил, что, во-первых, он одинаково звучит, это абсолютно прямо по слуху, да, Ярославль, Иерусалим одно и то же. Значит, когда я рассказал про Ольгу, значит, по моей версии, именно Кострому она сожгла, когда, значит, мстила убийцу своего мужа, Малу или Малику, как его называют. Вот, а место, где был убит Сибирь, где он был похоронен, где она справляла атеизм, это Ярославль. Там, значит, есть, ну, гора или Курган, так и бываем, сейчас там, мастерель на этом месте. Вот, и, в общем-то, если говорить, то называли это место, ну, их много таких, Лысый гора тоже или Голый гора. Я просто тому, что это созвучно, опять же, с Голгофом. Если я говорю Яросалим, то Голгофом. Вот, и он останавливается Ярославлем. Чего он ждет, это вообще, значит, историки до сих пор не знают. Ярославлем был в продолжительное время, порядка чуть ли не полгода, но 4 с чем-то месяца. Вот, и в это время происходят стычки, как раз считаются, поляков, значит, на северной границе с Пастромой. И вот эти вот истории с Сусанином и так далее. То есть, что это было, да? Скорее всего, значит, Арабельская Берия не спала, конечно, они знали. И ощущали, значит, что, возможно, такой поворот событий. И они направили войско практически, значит, опять же, через северную двину. И я думаю, что это войско, в принципе, и ждали в Ярославле. Ну, то есть, должна была произойти стычка именно здесь, с севера от Ярославля. Дальше произошло тоже непонятно, что. То есть, предполагается, что Пожарский пошел на Москву. Значит, вообще, предположительно, если, опять же, на 391 год мы сдвигаем, в 1921 году, Москва 1147 основана, специально, кстати, сделана, чтобы вот эта дата была закрыта. Значит, но, опять же, прислушиваясь к Масовскому и Фоменко, которые достаточно аргументированно говорят, что Москвы не могло быть в это время. Они-то, значит, с историей 1380 года, когда была Куликовская битва, они полагают, что Москвы не было на этом месте, а пока битва Куликовская проходила на эти дни. На Кулечке, да. То есть, Москвы, похоже, в это время не было. Или она не была в Афинской столице, вообще непонятно. Это вот традиционная карта. Вот если взять, например, вот тоже красивую карту, вот поход. Причем, ну, здесь хотя бы понятно, что переходит. А то на некоторых картах он даже как будто и не переходит. Вот, видите, к Кострому не заходит. То есть, как будто на ту сторону. Ну, как бы Кострому пускают. Хотя, на самом деле, Кострома это и есть, вернее, что Новгород, который изначально был. А я вам говорил, что римляне никак действовали. Значит, они собирали отряды. Если просто грабительство, да, то, значит, отступали. Если у них получалось зацепиться, их по какой-то причине не могли изгнать там, или они действительно достаточно большого урона войску противника совершали, если не могли там собраться, да, на состоянии ополчения, то они строили так называемые Костромы. К слову Костер считается там и так далее. Костромы – это крепости достаточно примитивные, но которые достаточно эффективно защищали отряд там. Внутри был действительно у них очаг. Туда они загоняли там скот там и так далее. Воду привозили. И могли выдерживать достаточно большие осады. То есть, ну, они антонированные были. Это же профессиональные воины, профессиональные убийцы, профессиональные грабители. Они больше ничем не занимались, ничего больше не делали и делать не хотели. Кот Кострома – Кострома – это одно и то же. То есть, как раз это самая восточная крепость в свое время, которая была, значит, на территории Руси. Туда была потоп на дорогах. То есть, туда, конечно, они постоянно ходили, как будто бы миссия была. Все авторитационные версии скрывается под купечством, то есть, под торговлей. Вот как будто, или поэтому до сих пор, значит, пришлось к торговле двигать и прогресс и так далее. Это не так абсолютно. Товарообмен может быть еще. Обмен, лучше сказать, технологиями, да, прислаблениями, которыми позволяют как-то легче переносить какие-то изменения природные, там, как и так далее. А торговля, ведь чего это торговля, сами знаете. Это вся простая элементарная жрачка. На Руси голода вообще не было. Об этом же говорят все, опять же. В том числе наши мудрые поговорки. Ну, от того, что было, опять же, повторюсь, огромное количество рыбы в реках, то есть, которые, не знаю, затраты на ее лов там раньше были несозмеримы современными, да, то есть 15 минут можно было накормить там, наловить, во всяком случае, да, накормить еще, приготовить, наверное, не только семью, а, наверное, а целые отряды, так далее. Огромное количество животных, там, грибы, ягоды где-то, и так далее, там, подобное. Вообще вопросов не было. Это какая торговля? Чем? Опять же, говорить про пушнину, так опять же, это, наверное, браконьерство, и я не думаю, чтобы особо позволяли, или наши торговали, Восточная Русь, нашу уже называли, потому что природу берегли всячески. Сегодня это сохраняется в малых народах, как бы называем, там, опять же, в Морийцах, хоть в первую очередь, очень бережно наше природе, да, но сейчас, говорят, и Финлянди тоже, кто туда ездит, порядочью, чуть ли не дорожки проложены по лесу, чтобы они сходили там, специальные дорожки, чтобы, не дай бог, там, не помяли, не сорвали грибы, кстати, запрещаю ее даже собирать, там, считают, что это природу трогать нельзя. Вот такое мировоззрение было, и раньше, то есть, какая торговля могла быть, не знаю, кто хламой, или что-то там, и так далее. Вот, конечно, приходили в основном разведчики, все торговцы, в основном это разведчики, которых снабжали к тревиантам, там, или тем же как будто бы товаром, там, и так далее, с кораблями, и так далее. Конечно, правительство войска, правительство, точнее, да, или там, кто там, не знаю. То есть, это было все целенаправленно, это все было сделано специально, грамотно, и, в общем-то, потому что они только этим жили, грабежом, насилием, и так далее. Значит, ну вот, нашел другую карту, то есть, специально вам показываю, потому что здесь более подробные, значит, и вот, здесь, оказывается, вот как раз, вы видите, что в Сараславле отдельные отряды написаны, нет, не многие, там, возможно, в тексте написаны были, ну, то есть, действительно, вышли на встречу некоторые отряды, и известно, что отряды здесь, Оску, например, поляр, зато производительством доходили и до Вологды, и доходили, пошли по Северной Двине, чуть ли не до Великого Устюга, чего они делали, то есть, однозначно встречали, ожидаемое подкрепление Артельской империи, вот, и еще интересное направление, опять же, отряды некоторые, пошли на Суздалину, вот это направление, мне кажется, более верное, потому что, за Суздалем, находится, здесь он изображен, я думаю, что, в общем-то, специально, чтобы не обострять об этом внимание, но основной город, второй, или третий, теперь, после Кострома Ярославля, который необходимо было очистить от раба римов, римлян, это Владимир, город Владимир, поэтому, и отряд, здесь показано, что он шел на Суздаль, но Суздаль, это, интересное направление, на самом деле, я сейчас тоже, попробую свою версию рассказать, то есть, значит, задача была, именно, выгнать из Владимира, засевших, имперские войска, что ли, наверх, на гладь, царей, араблинских, вот, дело вот в чем, значит, Минин, тоже, человек непростой, так говорят, что он, что-то там, не мясник, и так далее, во всяком случае, даже трансформа, история, он тоже, углавлял отряды, которые, участвовали, спичек, выгнали, которые тоже, воевали, как бы, польскими, интервентами, так вот, реальный, Минин должен был, на самом деле, именно он должен был, выдвигаться, по идее, на, на Владимира, вот, то есть, два отряда, основных, основной отряд, значит, был, под руководством, пожарского, который должен был, значит, очистить, волну, острома, острома, Ярославль, Минин должен был, очистить, акуу и клязьма, то есть, он двигался на Владимира, вот, что, произошло, и как, мы, к сожалению, не узнаем, вот, традиционную историю, то есть, все, как бы, получилось все замечательно, они, значит, выгнали поляков, единственное, что очень странно, и что, должно бы бросаться в глаза сразу, почему, даже никто не предложил пожарскому, стать, да, царем, вместо романов, какого-то романов, вообще непонятно, кто сын Филарета, вдруг, оказался, значит, у власти, молодой, непонятной, да, без заслуг, без всего, то есть, это вообще первый вопрос, что же такое, люди, значит, от них проливают кровь, значит, являются Рюриковичами, прижилых Рюриковичах, да, пожарский Рюрикович, вот, вдруг, какая-то непонятная династия романовых, то есть, вообще непонятно, причем пожарский соглашается, на какие-то второстепенные роли, то есть, как бы, грубо говоря, шестерка, там, быть, то есть, конечно, это все, глупо и непонятно, очень похоже, что пожарский был, убран сразу, вот, и, как это происходило, это, конечно, догадка из семи печати, у меня есть только догадки, да, которые, основанные, вот, просто на моем уже, опыте, работы с, материалом, который, достаточно открытый, что ли, да, если его анализировать, достаточно четко и независимо, то, конечно, картина интересная выплывает, хотя, пока, вот, сегодня, в день без доказательств, у меня параллель возникает сразу с, Минин и Пожарский, с интересными еще, здесь у меня, это старая карта, это тоже, здесь тоже, на суду, видно, что, стрелка направлена, то есть, то, что, значит, один из отрядов, Пожарский, пошел на суды, я считаю, что на суды, пошел, сам Пожарский, с трудовым отрядом, и он должен был встретиться, с отрядом, Минина, точнее, он ждал, и Ярославля, не дождался, и пошел на встречу, просто, у него там, родовое поместье, какое-то, тоже было, да, там, значит, сделано так, что, перескакиваю немножко, ну, в общем-то, напомню, то есть, когда, все, произошло, как бы, замечательно, значит, поляк выгнали, пожарский, там, отработал, какое-то время, там, кем угодно, и воевода, и там, каким-то стольником, и так далее, и боярским, там, боярином, причем, там, подписи, чуть ли не 10-й, 15-й, он ставил под документами, опять, оправдывают это, то, что, значит, каких закон местничества, то есть, сначала подписывают местные, посылали, во главе, каких-то загорадов, где-то, типа, его посылали, да, но потом, когда он ушел в отставку, значит, он ушел и ушел, и вроде, значит, ему дали территории, там, дополнительные земли, в верхней, нижней ланды, вот это вот, сейчас, Ивановской области, и вроде бы, как, значит, Суздаля, хотя, посуду заговорили потом, опять же, история достаточно такая, удивительная, потому что, когда, значит, вспомнили уже в детанских веках, когда уже окончательно версталась история, и в это же время верстались знаменитые, или знаменитые книга, там все-таки не одна, а именно, в современной версии, редактировалась Библия, вспомнили как раз про Пожарского, вот, и стали искать, где же его кости, где он захоронен, то есть, и просто никто не знал, что же на это ответить, вот, и была организована экспедиция, вот, под руководством графа Уварова, который, значит, опять же, срывал, просто подряд, все могилы, все курганы, больше 7000 он срыл, ну, значит, нигде не мог найти, полтора года он этим занимался, когда потом, в среднем, может, денег кончили, поняли, что это бесполезно, и просто тупо, значит, чисто политическим путем, что ли, определили, что, значит, раз его одно из имений, тут же, оказалось, что и его же вотчина Сундаль, и там, значит, Уваров стал раскапывать, нашел склеп, и все, значит, вдруг благополучно срослось, что это оказывается, фамильный склеп Пожарских, и, значит, хотя он там, ну, каким образом, он жил у нас в Некородской области, село Юрино, под Балахной, Юрино, 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 там, значит, на сегодняшний день, вот, посмотрите, какой интересный человек, да, стоят памятники в Москве на Красной площади, Москва, знаменитая столица на весь мир, значит, ее знают, и вместе с памятником, наверное, все, так же, как Эйфелеву башню, или там, какой-нибудь статус свободы в Америке, а тут, значит, вдруг он неизвестно, где и вообще, как его жизнь, где он родился, там, даже неизвестно, даже год, кстати, рождения, здесь, посмотрите в разных источниках, он разный, значит, 1557, где 87, где 88 год, по-разному, вообще по-разному, вообще по-разному, даже странный, вот, где он родился, никто точно не знает, вот, значит, но, есть источники, которые говорят, что он четко родился, значит, в своем имении, под Пурихом, вот, в Юрино, там, кстати, сохранилось, это, я нашел только у Гасыского, значит, и по его, он достаточно интересно пишет, достаточно подробно, и по его описанию, в общем-то, можно найти даже дом, где он жил, и где он родился, то есть, там не дом, а яма, остаток от фундамента, там их несколько, но, самый ближний, как он пишет, козел, там единственная запруда, больше вообще нету никаких, водных каких-то, акваторий, там начало, где-то в этом же месте берет Сейма, речка, оттуда, и вот это запруда, запруда, возможно, когда сверху их Сейма, на котором стоял его, значит, дом, где он родился, и где, в общем-то, в должительное время, и жил, и откуда возглавил свое ополчение, вот, так считается, значит, боевой пост его, это Пурих, и говорю, Пурих, там, ну, на острове есть, стеной огорожная, и практически, касаясь его, проходит оборонительная линия, причем, она, как раз, на юг, говорят, очень сильно выраженная, я видел ее только в тех местах, где можно проехать на машине, просто, она переходит через шоссе, или шоссе, через нее, наоборот, подзарыто, там, и так далее, но видно, что ров, и вал небольшой сохранялся, а вот Михаил из Чикаловска, он был на последних двух занятиях, он мне рассказывал, что там, просто огромные, ну, они, как природные уже, наполовину рвы, он же, переходящий в вал, в ров, то есть, там, достаточно, такая, масштабная, сделана, деланы сооружения, инженерные, то есть, это граница, которую он охранял, то есть, в принципе, пожарский является стражем, который несет традиции именно такого старшего героя, как Святогор, то есть, вот, кто-то хранял Русь, и этот тоже, значит, продолжатель его родится. Мало того, они гораздо ближе, чем кажется. То есть, если касаться преданий, что-ли были, то там интересно получается, как, вот, мы сейчас уйдем далеко, но сейчас у нас время останется. Так вот, значит, Суздаль и Владимир это те города, которые должен был взять Пожарский с Мениным. Вообще, они как бы разделение было. Я считаю, что Мениным родом все-таки не из Балахны, как нас учат. Он тоже царских кровей и его отчина это город в первую очередь Муром, Накия. Именно оттуда он должен был и продвигаться на Владимир и, соответственно, возможно, там они должны были сомкнуться с пожарством. Может быть и нет, потому что их встреча произошла, на мой взгляд, по Суздалям. Я сейчас объясню, почему. Значит, вот Мениным пожарством. Много изображений очень. Они, значит, не возведены в ран святых, но, в общем-то, не канонизированы. Но были и предложения по этому поводу. И, в общем-то, достаточно много именно картин, которые нарисованы в церковном стиле и мастерами, которые пишут иконы. Но я выбрал просто специально такие более картинки, что ли, попроще, с одной стороны, мастерами. Но виднее художник мне просто понравился достаточно, потому что здесь они близки вот какому-то такому святому образу. Здесь такая же картина. Здесь они еще находятся с мечами. как раз разговор о том, что они ополченцы, что они воины. И с одной стороны, с другой стороны, значит, у них есть какая-то святая идея, но в данном случае это христианство. То есть традиционные историки у нас почему поляков надо было знать? Потому что вроде бы они как католики и не наши. Вообще история тоже интересная. Филарет, отец первого Романова, он занимал достаточно высокий пост. Гермоген и Филарет, Гермоген хороший, он тоже управлял московской патриархией. И когда было смутное время, он кстати принял предложение что-ли или тут предложение трудно сказать, но условия, значит на Москве ну это традиционная история рассказывает. То есть значит в Москве на царство один из моментов был готовы были принять Сигизмунда, то есть поляка польского царя. И Филарет значит выступил сказал, что да почему бы нет, то есть там у него есть тоже поляки они тоже имеют корни и Рюриковичи и так далее. То есть вопросов нет. Единственное условие которое вывесило, что он принял православие. То есть он был не против поляков. Именно легиозная составляющая его остановила. А в итоге значит вот здесь все-таки православные иконы и основное как будто бы достижение то что из Москвы выгнали и не пустили католичество. Матера как раз все романовые очень спорно они как раз очень католичество продвигали достаточно активно. православного там не знаю чего еще на Ивана Грозного как бы там ссылаются а если дальше там Петра взяли вообще не что. Вот тоже облики святых практически да но с мечами опять же вот ну интересно то что показано на всех трех иконах практически что-то молодые люди достаточно вот близкие чем-то Борис Игнез да вот правильно загадку уже разгадали Глеб и Борис вот очень очень близкие похожие персонажи которые значит прописаны традиционной истории связанные с Владимиром и дальнейшей борьбой его детей опять патриционной истории это очень спорно все его дети там все дети ему приписаны все известные персонажи Глеб и Борис совершенно верно то есть вот у меня ассоциацией значит пожарского или не пожарского является Глеб и Борис значит под Суздалем в четырех километрах Суздаль стоит маленькой стороне Нерли а на Нерли стоит город Кибишин точнее все что от него сегодня осталось вот значит небольшое поселение и знаменитая церковь там церковь там комплекс целый который значит называется храм или церковь Бориса Глеба на Нерли вот здесь видны кстати валы и крепость то есть если вы помните то как раз значит приписывают основание городца нашего на Волге нашего Нежгородского вместе с основанием Кибиши то есть они основаны в одно и то же время то есть это знаменитая там выписка из летописи что сыпав в 1156 конвере по-моему или 122 крепость на на Нерли скидышу и в этом же году городец на Волге вот то есть одного как бы времени значит почему здесь стоит церковь никто не знает то есть Бориса и Глеба значит опять традиционная история полагает что это дети Владимира которые в общем-то тоже презентовали на трон причем Борис Борис значит ну там как они предполагают в отсутствии или по каким-то причинам по болезни Владимира именно водил отряды которые как бы в Руси то есть это признано то что он воевода вот хотя абсолютно молодой парень то есть на время гибели ему было порядка 30 лет вот и он князь ростовский да а Глеб там князь Муромский вот и когда там обвиняется Тирополка то что значит развязала войну междусобную после смерти Владимира то есть из-за него как будто погиб Олег значит Тирополка что шоу там окаянный святополк святополк вот из-за него значит там все это началась значит и вот всех братьев практически там по уговору постепенно там всех зарезали убили и так далее вот причем значит там на одной и той же реке река как называется там в палатках каких-то они значит куда-то двигались вот им пришло известие то что умер Владимир они значит пока вот оплакивали там уже пришли отряды какие-то значит их там беззащитных убивали сначала первого бориса потом вот они значит очень похоже что это происходило где-то здесь рядом они какой там международского область что ли если на Украину перетаскивали все эти события вот потому что считая что Киев была столицей а я полагаю что столицей Киевской Руси все таки был Владимир но так его называют сон историк Владимир Киевской Русь сами не знают куда пристегнуть вообще граница на самом деле уходит достаточно тяжело обратить внимание даже на границу Тартарии опять же повторяется Нижегородская область если взять значит знаменитые опять же непонятные территории там мордовского царства там или Булгарского или Казанского то посмотрите границу современную границу по Волжи она удивительным образом будет совпадать именно когда листаешь реконструкция вот этих государств которые действительно в летописи где-то упоминаются когда граница полностью совпадает с современным по Волжи то есть граница уходит очень тяжело и если там что-то значит куда-то отдали к этой причине еще часть России и Украины то смотрите что происходит да рано или поздно вспыхивают конфликты и начинается опять восстановление справедливости и дележ потому что все-таки люди сильно отходят когда граница существует и чувствуют себя неуязанным другом начинается войны конфликт и так далее вот поэтому киевская Владимир Киевский Русь что-то не очень похоже в общем-то такая вот история значит я полагаю что в традиционной истории в Минне Пожарский это Глеб и Борис значит это нестыковка опять же постоянно терзают вот эти непонятные датировки то есть все по настроению что ли по той обстановке которая царила в то время по моим ощущениям должно совпадать так но время совсем разные то есть если говорит Глеб и Борис это сверстники или современники Владимира Минне Пожарские современники Романовых то есть прошло большое время осторожно опять же об этом Насовский и Фоменко говорят что сдвиг еще существует по времени вот и в общем-то в этом Насовский говорил что непонятно что самое сложное время это от Ярослава или от Владимира до как раз Романовых смутное время так называемое во-первых 300 лет вот эта ига которая непонятна как его пришить туда потом смутное время значит оно скомканно и сделано искусственно то есть какие-то события конечно были но сколько они занимали времени и кто были персонажи непонятно то есть очень похоже что все происходило в одно и то же время все в одно и то же время вот это вот даты 1612-13 год в общем-то получается основные события мирового значения или главные на сегодняшний день важней событий не было и близко даже то есть все знаменитые там воины первая мировая вторая мировая еще какие-то события они в общем-то достаточно блехнут перед событиями которые произошли в это время то есть эта цивилизация повернула полностью на 108 градусов то есть победили примитивные деградирующие правителя значит которые практически приучили к этому свой народ к рабству опять же да солдафонии дисциплине не нужно но зато это эффективная машина безжалостная жестокая жесткая вот замешанная энергия на на жизнь других людей на их горе несчастье и так далее на их ресурсах вот ну еще значит таких тоже необъяснимых но по ощущениям значит раз уж я с вами тут такое время много провожу и хочется поделиться может быть у меня там сумасшедшего примития может быть да и вас что-нибудь заставит задуматься у меня четко и параллель минина с ну лучше так сказать по-другому то есть персонаж главный персонаж нового завета Иисус Христа списан именно с Дмитрия Пожарского значит объясняю значит ситуация очень похожая и очень ясно здесь с моей точки зрения по времени как бы не проходит но Библия еще раз была написана все-таки окончательно в том варианте который мы сейчас привыкли смотреть и читать только в 19 веке то есть один из самых ярких личностей все-таки на Руси и вообще в мире это Пожарский то есть его решение видимо Русь была лучше сказать в то время Римская империя была сильнейшая значит компромиссная и в общем-то мощная и стабуляция была очень тяжелая он конечно рассчитывал что все получится но нет значит вот смотрите Иисус приезжает приходит в Иерусалим и изгоняет торговцев из храма то есть наводит порядок начинает судить в Пожарский приходит Ярославль и там правит почти больше четырех месяцев наводит порядок изгоняет торговцев и в общем-то все ставит так как положено то есть темно устанавливает свою власть значит дальше Иисус выходит из Иерусалима значит причина непонятная между прочим он покидает Иерусалим но в общем-то может быть понятной потому что двигаются войска римские там четко римские войска прослеживаются он выходит и вот это знаете это тайне вечеря потом значит он там не спит значит находится в в каком-то поселении которое окружено небольшим каким-то забором или крепостью и значит он говорит чтобы у него почему спите своим соратникам да то есть похоже он выходит из Иерусалима и идет то есть ожидает наступление с севера римских легионеров значит его прикрывают как раз из его же отряда Лисовского полета севера ему приходится отступать вот причем не по Волге он уходит на юг в сторону Суздаля и в Кидикше значит остается и ждет он как раз Минина со своим войском вот и ситуация такая вообще получается очень интересно значит в одной ситуации он Глеб и Борис да а в другой ситуации значит из Мурома выходит еще один персонаж то есть это Иуда то есть человек который значит не смог помочь в Библии конечно и он сильно отрицательный персонаж но это очень тоже еще не известно то есть человек возможно который просто почему-то не справился да или может быть напугался на самом деле может еще что-то случилось вот но он приходит значит я не помню как называется поселение по Библии здесь приходит в Кидыкшу и по его следам приходит и находит Пазарского или Иисуса Христа в том месте где он начал прятаться вот его значит соответственно арестовывают захватывают и приводят обратно в Ярославль и практически сразу получается его там и распяли причем значит в Ярославле был убит Игорь и вот знаменитые на всех картинах где изображен распятый Иисус Христос внизу под могилой исклевшие кости и череп все как бы считают то есть или точнее приучают религиозные деятели так и так вы придумали фишку что это значит кости Адама или первого человека на самом деле изображены кости Игоря то есть именно на том месте на святом месте где был похоронен Игорь его прапрадед там вот его тоже распинают короче его не смеют убивать кстати и потом значит охранники которые охраняют они ждут то есть они все-таки во-первых Иисус Христос у него его признают да или издеваются над ним что он царь иудейский то есть он пришел в принципе в иудеи из Руси чтобы значит ну тоже стать царем в том числе и этой территории вот они над ним издеваются то есть царь идейский да кто-нибудь кого спрашивает вот ты это сказал вот то есть такая история и он значит получается ждет на самом деле что все-таки придет армия вот и ждут солдата то есть там четко в Библии да они говорят если ты царь значит ну как бы освободи себя да издевается а второе что-то говорит давай подождем давай подождем может быть все-таки да еще что-то нечто будет и действительно что-то происходит то есть надвигается гроза надвигается значит небывалый враган вот и Голхов все покидают быстро очень быстро покидают то есть приходит какой-то отряд приходит отряд значит отбить своего царя значит спасти что ли да и никто там один из воинов все-таки его протыкает копьем убивает вот плоды достаточно вот приходит забирают тело и после этого пожарского никто не знает где он захоронен вот причем значит по библии с этим тоже я согласен приходит с отрядом его мать вот она его забирает и увозят значит опять же идут через скидышу почему потому что скидыши на городец идет ратная тропа прямая дорога которая значит я упоминал она идет через ее участок явно выражен на дамбе гости садохранилище она проходит через центр городца идет дальше идет дальше четко навозится слояр то есть его увозят похоже туда за ним значит получается кидаются войска за телом или по следам этого отряда потому что отряд ведь не небольшой двигается дальше то есть в легендах русских легендах это приписывается батыин он приходит захватывает городец и выпытывает дорогу на большой городец но его конечно увозят дальше причем значит уже по по ламбеку по речке то есть его выводят в сторону ветлуги тело имеется ввиду вообще вообще обратите внимание на название современных черемицких земель царских царской смеси да называется Мария вообще толком никто объяснить не может Эл это земля а Мария это Мария то есть она увозит себе на родину и земля где захоронен Иисус Христос это земля Мария у меня даже есть версии где примерно он захоронен вот его там какие-то же идут и потом разворачиваются то есть дальше уже идти опасно и отряд батыи разворачиваются это не батыи то есть если говорить по-владимирски то это романы романовые они пробираются в сторону через Волгу переходят вот такая вот версия она значит абсолютно как бы документально не основана основана только на моих как бы домыслах поэтому пусть это останется домыслом который требует себе более значительного внимания и изучения вот наверное теперь вопросы а с мининым как мининым значит я говорю это если вот где он на самом деле тоже никто не знает вот как раз про минина тоже удивительная вещь значит я напекался не единожды в разных источниках то что могила минина которая находится на соборе его могила вот и значит прямо есть записи где-то губернатор просто как бы докладывает что нет там же вообще была известная история когда ломали убрали кладбище в кремле все выкрыли был ночью пришел директор музея нашего исторического его выкупа но это уже в наше но это в наше время и его прятал очень долгое время я в музее и когда сейчас время пришло где-то годах 90 он об этом объявил где-то сделали анализы театр оказался по анализам это подросток то есть по возрасту не подходят а подменим да кстати я забыл сказать по-жарски значит если вы обратите внимание у нас был тридцать у нас тридцать у нас тридцать пожарский да если он с восемьдесят и восьмого до седьмого тысяч пятьсот то двенадцатый год 65 лет там сдвигал в ноябре рожден то есть вот сейчас время сдвинуто по календарь но у него как раз на этой ситуации там 33-34 года вот вот такая ситуация интересная да минин неизвестно где вообще на самом деле то есть считается что он вроде как вернулся в нижние потом нашел в балахнул вдруг у него кстати недалеко дом по традиционной истории вот кстати недалеко то получается где церковь успение божьей матери здесь же у него и дом вроде бы как ему дали вот но что-то недолго прожил опять же не оставил потомство что-то там все умерли в общем то есть проявалась династия это первый признак романовский обман первый признак всегда все все умерли и все концы то есть есть вот киуди отношения очень сложно то есть его пишут отрицательное похоже не очень понятно а там просто это мистерия такая очень много похожих персонажей с иисусом христа во многих местах это чисто какая-то ну навет какой-то энергетический что когда личности известная да тем более что это уже как бы в прошлом получается да не запротоколируем то конечно сразу размножается очень сильно вот то есть тут опять же тут же нельзя говорить что именно вот тот христос который который мы привыкли что ли который родился там и так далее но то что образ списан с него и похоже вот очень похоже на его поход туда туда когда ж написано я говорю 19 веке собрано в том виде то есть материалы написаны в разное время то есть это сборник это сборник разных преданий там сказок я не знаю когда но основная канва которая главная была сверстана и написана в 19 веке она и появилась в россии только начали печатать герескоп которая появилась в 1625х годах и в общем то она окончательно была окончательно вообще в конце не было то есть в том виде как не привыкли то есть все вообще было очень недавно поэтому так все болезни воспринимаются и историки и регионные деятели и так далее если бы было действительно тысячи лет руси там это все свежее достаточно и все это как бы еще живут и пешище достаточно и люди еще не поменяли с вами интеллект то есть русский народ который удивительным образом непонятно всему миру сейчас когда европейцы стали встречаться все видят что люди другие понятно что они другие посмотрите любой вот любой даже очень хороший фильм американский посмотрите вот внимательно как они себя ведут это ведь уже все отфильтровано все чисто артисты и все и все равно видно что они другие посмотрите как они разговаривают как они вообще к жизни относятся когда появились американские фильмы все смотрели мне серьезно не воспринимаешь никого не понимаешь у них нету может конечно не объективно субъективно смотрю чем дальше больше даже фильмы которые вроде там такие серьезные темы все равно они вот какие-то несерьезные оболочки там нет того вот тоже я смотрю такое передачи европейские дети вот слышно этих родителей куда русский ребят попал ну не люди какие-то непонятно что у них вот такой но у нас по-другому вообще все воспринимает то есть детям им главное я не знаю как бы вот материально что ли страна да по простому говорить у нас же ведь вот детей воспитываешь или живешь с ними духовно что ли да то есть самое главное общение любовь что ли да таким скобарными словами пытаешься донести детство счастливые как-то в этом плане создать хотя бы там все как-то по-другому на самом деле поэтому конфликтов сколько много то есть отдают детей потом они не знают что с ними делать потому что разные я говорю на самом деле и я вот уж полагаю все-таки я сваливаю все на на болезнь которые вот просто незаметно внешне на самом деле влияет на мост деградирует человек то есть возвращается обратно к животным то есть процесс это и туда и сюда идет наверно да но все равно это к сожалению да может быть плохо но некоторых деградант хорошо я не могу тогда понять как же тогда можно было сломать и поставить вот это крепостное право причем его же это подтверждено его в архангельске не было не смогли его поставить очень просто инструмент вот смотрите значит уничтожил и обратить внимание этот институт помещиков то есть все помещики значит вот как границы продвигалась но у нас вот вообще четко выражена ярко помещи и усадьбы все вот как значит арзамовский район там да взять там они приезжают со своими крестьянами местное население либо уходило либо убивалась еще во время военности сразу как только заканчивал конфликт сразу ставили помещики кто бывшие военные опять же у них оружие сохранялось у них там саулу таком какие-то свои же да там люди военные небольшой как бы отряд даже можно назвать там да у них деньги были все вина пили больше чем не занимались опять а все крестьянство забирали оттуда то есть они везли с запада то есть те которые уже прошли просе которые уже к равным привыкли а здесь бесполезно вот как раз про мордву пишет вот точки мордвы это же девятнадцатый век пишут мелько-печорский да он удивляется он там пишет что все все равно заметно раболепие у всех а вот наш перюхан открыт смотрят разговаривать с тобой им там пытаются они не понимают что такое рабство вообще то есть они либо уходят либо значит там выставляют работу они ну в общем там конфликты постоянно с ним почему их и пытались там всячески задавить вот почему так и рабство оно основано именно это что удивался все это что бесполезно как дикое животное бесполезно уже в цирке заставить работать только его детеныши только самого масла так все человек который свободный его рабом не сделать никак не сделать не так кажется а у нас уже есть то есть рабство сейчас же рабовладельство строит то есть первый привнак это налоги налог если соглашаешься платить налог это рабство рабство же вот и мышка это нормально я никакие налоги не плачу впечатление ну да это так средничать можно но в общем прижмется складе куда денешься да мы же все потеряли землю там я не знаю власть какую-то так далее хотя в конституцию специально вот это интересно конечно почему прописано все упирается что власть источник власти является народ для чего многонациональные кстати а кто такой многонациональный народ да никто рассеян во многих национальностях ну да тут все четко сказано так там вот так да вот видал статья на Крамоле значит посвященная вот это генетический экспертизм это да Р1 значит больше 80 процентов мононациональный однозначно генетик показ что мононациональный а то что разделено все даже инвестическая составляющая да то есть да по любой как только и не делят а в общем то вот мне кажется малые народности они потом даже организованы это были то есть вот опять помещиками привозили в первую очередь была захвачена например эти угрыфины которые не говорят вроде бы как по-русски там они говорили приучать скорее всего но не знаю каким то образом все это было организованно они прошли огромный опыт завоевали северную Африку завоевали Европу завоевывали значит север тоже европейский да кстати еще из интересного тоже вспомнил начал в это же время вот как раз 1112 год в общем считается с начала 17 века дальше 1600 года началась активная война в Индии то есть опять же та же Римская империя опять же значит я в прошлый раз вспоминал именно с 1600 года началось началось старжение в Индию и там по разным предлогам там и вышибали и они там как только они сопротивление понимали значит раньше сразу организовывали опять торговые палаты там французы и нидерланды там англичане потом сильно зацепились то есть то есть то есть то есть они под разными значит вроде бы национальные потом уже придумано на самом деле это было продвижение опять римской империи империи и она работала на 2-3 фронта то есть то есть инди принадлежала опять же руси тартаре однозначно вот и они вышибали опять же наших и кстати параллель вот удивительно все в одну кучу и как бы получается я валю да но потому что личность действительно очень серьезная и она просто очень сильно закомышлирована опять же вот известно что Пожарский да он как бы участвовал в первом еще ополчении которое было неудачно и там вроде бы как был ранен то есть он еще почему не соглашался идти потому что одной из проблем было у него ранение то есть ждал когда он уран заживет так вот опять у меня в голове опять же моей безумной четкой параллели Пожарского помимо того что Иисус Христос с Александром Македонским то есть он уходил с войсками куда-то куда-то причем похоже в Индию то есть он там выбил значит оттуда этих опять арабы римлян вернулся сюда в Фурих и уже здесь хотел провести очередную операцию очень на это похоже то есть вообще личность Александра Македонского она очень интересная и его Александра зовут на самом деле во всем мире как из из и сан закон дерущийся закон и содержит закон если переводить полностью вообще очень интересно я просто смотрю вот эти вот повторяющиеся варианты очень часто что с этим связано я говорю то есть когда пришли к власти арабы арабы римской империи опять же да они вынуждены были потому что народ сопротивлялся очень активно и очень долго то есть после 1612 15-го года когда значит практически да династия чуть не прекратилось Рериковичи разрушил центральный город Ниждиновгород они просто снесли сначала значит продвинулись других обратно уже выдвинулись то есть началось сопротивление значит тут же там через буквально 50-60 лет мы это знаем только там болотников разница разница вообще фамилия даже одна разница разница от слова волжанин да может быть от слова разник то есть он же границ обратно то есть он был на Витлуге он был на Аонже он был на Аллатре то есть он сдвинул обратно границу дальше они опять продвигаться не могли а ну то есть им необходимо было вот все переписать обвинить что это уже значит незаконное раз Пожарского нету то они значит законные это все разбойники вся эта Великая Тартария это шайка уголовников просто они так им приходилось это писать то есть вся эта история они собирали там целые соборы там целые я не знаю университеты которые на злобу дня должны были написать эту историю мы сейчас вот эти загадки ребусы разгадываем там наверняка еще куча ловушек и так далее да дело-то неблагодарное на самом деле вот почему они так написали и а больше то и и писать нечем практически вот вот эта линия основная как идет там болевой гостомысл там Юрик Игорь Святослав Ярополк то есть это все основные я думаю сразу практически Пожарский вот то есть это основные герои а там то чего им описывают они пытаются там своих этих римских императоров ну вот что вот если спросите кто там римский император там Калигуру там жестокость значит безмерная власть какие-то непонятные действия опять же связанные с уничтожением народов и так далее ну что это за история это история болезни еще они не цивилизации если бы так цивилизацией были такие видеры и цивилизация она уже умерла поэтому приходится писать им все таки о нормальных царях но вот они вот все загибают и в конечном счете значит чтобы династию прекратить окончательно да вот объявили как бы что-то вот там Иисус Христос там Цент Божий и вообще другую вообще другую сектор что ли увели люди вот о другом совсем думали а не то что значит ничтожный царь преступление одно из самых царь не не знаю нет есть конечно но я думаю там я просто не помню сейчас то есть какое-то время считается что он жил значит могил не было еще да значит в Нижнем Новгороде потом в Балахне там а потом когда умер они практически сразу его похоронили там то есть они надумали но на самом-то деле на самом-то деле не могло это произойти вот потому что Романовы сюда были не вхожи я думаю долгое время еще когда они тут все это организовали и столько после когда Пугачева разбили им нужно было опять же историю обновлять он что говорит вот Путин к власти пришел они же вот тоже не знают какую идею потолкнуть вот они же восстановили пытались сделать день единения все у нас поставили памятник там пятьдесят который начал вспоминать что угодно было построить могилы и так далее вот не пошло вот не прижилось что-то как-то опять тишина я говорю в пространстве существует процессы повторяющиеся уже чем-то кем-то прописано как истерия подобных явлений если все что не входит в этот процесс все отбрасывается забывается то есть вот даже вся история которая переписана она переписана без учет этих качеств вот этого времени и поэтому она рано или поздно она отметился ну вот как бы не поздно только не бывает это для нас может быть поздно для наших она не будет интересно я вспоминаю в школе то есть никакого интерес практически нет к истории вот видимо еще в таком возрасте это сотворение мира звездным храмом там есть такие ой это говорит не обращать внимание это сама не знает ничего вот это подошло это по ощущениям потому что на самом деле люди ну как бы юности ощущаешь все таки или неправду заставлены даты учить ну вот игорь не приживается там у нас и тот кто действительно вот и следует копай как вы выстраиваться совершенно другая логическая цепочка внутреннего содержания чем больше этим людям на мальтовой кирчичи истории будет ну да только еще ведь важно то масса но сейчас нас таким образом забить каким образом донести потому что такие как я тысячи там десятки сотен тысяч на можно не знаю прочитавого то кто там выбился там которых есть возможности такие сложилась как-то судьба правда сейчас все вроде есть интернет все есть а вот здесь я не хватает на том же с ней другим заменим лень и она идет от того что нет любопытства то есть вообще всем любопытствует движет там милей там полное обрезание вот когда когда не видишь для чего то есть нет цели да нет какого-то мама него тогда ключа зачем конечно лень человек чисто рациональное это биологически заложено это и правильно вот разбудить любопытство то людей это конечно было бы здорово эволюции человечество сейчас разветвило сейчас пошла уже определенный вид на обезьян на еще возрождение одного вида и на тех кто разумных останется понимаете все уже пошло вот в эту проблему я говорю давно уже до горожат идет давно то есть вот я рассказал про савельев есть такой палеонтолог он просто интересный человек потому что интересно очень у него как раз занимается изучением мозга первую очередь уже умерших что ли да то есть именно только людей которые недавно до погибли такой не значит доктор наук там даже не помню как смогут связаны недели хирургия патча слоя зверя уменьшает веса самого в первую очередь ставит вес мозга заметно уменьшилась за последние там нет заметно дело в том что в нормальном мозге биохимические процессы определенные идут если они с определенной скоростью связь нейронная электрическая очень хорошая то есть там совершенно другой а вот эти при определенными вещами у нас сбивает эти все бейхимические процессы нейронной связи нарушают и все это любым спуст наркотики алкоголь курева продукты питания и все на на конечно но есть очень много информации мусор на то есть вот вообще то что по телевизору дают и так далее мозг просто сейчас может научился торгать от все не вспонимать на самом деле тот же компьютер забей его он из теряя скорослельность и вообще в конце концов умрет вот так и мозга на самом деле алкоголь вот кстати третье все это оружие которое специально было придумано и специально использовалась это не просто так